Каждый элемент в лице влияет на другой. Если мы расщипаем брови, как вы думаете, это повлияет? Вот если мы всего лишь навсего возьмем и вот здесь вот начнем брови чуть дальше, как вы считаете, это повлияет на какие-то особенности лица? То есть мы возьмем и вот так вот брови начнем на полсантиметра дальше. Повлияет ли это на восприятие каких-то особенностей лица? Вот даже вот здесь вы видите, то вы ее видели обязательно. Во-первых, расширит расстояние между глазами. В целом по-другому пропорции лица будут выглядеть. То есть от внесения в лицо любой составляющей расширяется. То есть мы раздвинули расстояние между глазами, мы раздвинули верхнюю часть лица. И наоборот, если мы с вами возьмем, да, и тем же самым там макияжем, татуажем, как угодно, возьмем и сведем брови ближе. Что мы получим? Мы получим еще сильнейшее усиление, да, вот еще ближе к друг другу сдвинутся глаза. Нос будет казаться еще шире, да, потому что усилится вот этот вот эффект, вот этот вот эффект усилится. Глаза будут ближе, нос будет шире, лицо в верхней части будет казаться уже. Если речь идет о наших гостях, уважаемых, они вообще не обязаны так сильно заморачиваться, да, они играют в это. Но если речь идет о стилистах, ну, это надо учитывать, что любое внесение вот таких элементов во внешность, оно, ну, неизбежно повлияет. Кончик носа будет крупнее, и нос будет расширяться, усиливаться, да, и так далее. Это все вот к тем комментариям по поводу широкого носа, потому что, ну, нос вполне пропорционально, обыкновененный, как бы он, может быть, он не какой-то заостренный, хотя есть остринка немножко, но без фанатизма, да. Давайте посмотрим, вот здесь хорошая фотография. Вот здесь мы видим, помимо макияжа, да, и, скорее всего, здесь карандаш используется, вряд ли татуаж, мы бы увидели это тогда на каждой, совершенно на каждой фотографии, да. Но здесь очень четко видно, вот она линия излома брови. И у меня таких фотографий много. Опять, да, фотографии из той же серии, да, когда скруглена бровь, и видно, чем это, чем это выполнено. Как мы можем с вами спорить насчет того, что ближе к ее природе? Ну, это как-то вообще некорректно. Это человек нам может сказать, что этот макияж лучше раскрывает меня. Здесь я совершенно не соглашусь с этим подходом. Мы можем сказать, что вот что здесь происходит, когда мы скругляем брови, если у нас, предположим, что это типаж с отчетливоугольной линией, да. Если мы начинаем скруглять, кстати, здесь очень хорошо видно преобладание лба, обратите внимание, да. Если изначально были брови угольные, они были угольные, мы помним об этом, да. То сами линии внешности были между собой согласованы, ну, не нарисую так хорошо, как, ну, доставлю так, да. Были друг с другом согласованы и резонировали чувство с единства, да. Если мы начнем вносить сюда мягкую линию, да, как вы говорите, очень гармоничную ее природе, сейчас, да, что у нас получится? У нас лицо разделится на два лагеря. У нас будет та часть лица, которая отвечает за оставшуюся угольность, да, и у нас часть лица будет отдельно жить отдельной жизнью. Есть ли в этом гармония или проявление своей природы? Большой вопрос. Но то, что лицо будет рассогласовано, не гармоничная в природе. Ну, понятно. Тогда уточняйте, по какой фотографии, а то я уже тут с вами спорю. Так вот, давайте вернемся к линиям. Поэтому, если мы вносим чужую линию в лицо, то она создает некая инородная составляющая. Может лоб утяжеляться, может лицо на две части как бы, да, вот, то есть, допустим, с чем у нас согласовано? Ну, у нас вот здесь вот еще так же мягко уложили, да, вот так же мягко уложили. То есть, у нас вот эта верхняя часть и сделали мягкую линию, да, плавную линию макияжа. Вот это все между собой живет одной жизнью. Вот эта часть лица живет отдельной жизнью. Надо ли нам так поступать, да? Ну, это другая уже тема и целая философия, да? А мы с вами ищем ее типаж. А вот, пожалуйста, а вот здесь, видимо, торопилась и не успела. Смотрите, даже видно, вот, так сказать, выщипанную форму. И, скорее всего, макияж делала сама.